если питомник настоящий то у него вот такие вот посылки вот из таких вот это все будет уже отправлено вам вот пока нас минуло то что я называю бактериальный рак но я был в ужасе первые годы когда в деревьях которые были украшением тысяч садов в одной части стали буквально вот вчера она была все в листьях здоровые 20 лет 15 лет 10 лет и я еду по трассе мертвые 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 потом кольцо надо было сужаться я сделал фильм под названием как бороться с раком вот я еще не знал что это бактериальный рак вот я просто вот тут соседи вот видео напротив да вот чуть чуть дальше следующие соседи и вот у них погибли яблони я я показывал крупный план они погибли в одной части я туда привелся нервы уже не выдержали привез телевидение обращался с помощью телевидения все таки телевидение к ученым ну займитесь вы этим делом потом между собой уже посоветовались двое-трое да наверное это нету это не грибной заболевание нету нет никаких грибов деревья стоят мертвые и тогда я придумал самое нужное слово бактериальный рак а потом был официальный ответ я еще вас познакомлю это не мы это уже другие люди которые все-таки кого-то нервы не выдержит вот они давай рост сельхоз или рост этот самый надзор какой-то получили официальный формальный ответ попрыскайте фунгицидом а вот это вот совсем извините иногда вырывается уже нервы нити не выдержит вот просто не выдержит вот это вот вы видите саженцы железа вот это увидите раскрученный питомник я распоказывал ну еще раз просто понимаете обидно страшно а у сау сергея саженцы дорогие я там по отборку дел там по две по три по пять тысяч вот это вот дерьмо продают не только по 300 500 вот это дерьмо и разве можно по хочу сравнивать и просто обидно за сергея он опять все не продал дешево продавать ну просто в минусе оказаться ладно похвастаюсь так сейчас глоточек я не стал выборку делать у меня несколько десятков еще фотографии этого года ну последний год а просто вот редко хвастаюсь редко очень редко очень нет все это чудо растет сибири вот сейчас я вам точно говорю благодаря сибирь благодаря работе два-три поколения иногда удается с первого поколения ну чаще со второго третьего так вот кстати это жучебный фильм чуха смотрите видите вот тут яблочко было ранка осталось на плодушке да а ну саму отвалилась я их никогда не обрываю хотя у меня тогда те же эти самые в середине зимы начинают гнить те же жигулевские а должны лежать вот если бы я жигулевские они их назвали не зря король сада самая надежная из роскоши и самая роскошная из надежной и получается что это не они не жигулевские чуть ниже покажу так вот ранки даже жигулевская до середины зимы начинает портиться потому что падает я тогда только не вот этого никогда не делал не обрывая дерево покрылась учеба из учеба дерево покрылась зимними яблоками вот они еще висят падать будут через две недели а вас уже научили есть съемная зрелость так допустим и есть сперность спелая спелость и съемная съемная означает нет нет коммерческая это означает что хотите сохранить зимой недельки за две полторы до полного созревания начинаете их обрывать и каждый раз вот здесь рано видите вот это я не обрывала сама отпала вот сама и вот она когда сама отпадает проходит год и вот плодоносит следующая яблочко а когда вы оторвали обычно условиях жестких сибирь север россии погибает вся плодушка целиком один писали себе молодой дерево у меня я показывал это фильме вот это небольшая купили еще кричал сергею через это ну там покупатели были метров сорока кричит сергея когда мы купили уже забыл вот эту часто последний вот 5 лет кажется ну хорошо пусть 6 лет да хорошо посадил я яблоньку годовалую значит семь лет господи сколько на ней было этих самых плодов я досчитал до 10 этих самых бедер а дальше бросил потому что не знал куда их девать и вот значит получилось следующее в этом году а я любопытный страшно не каждый да действительно не каждый год семилетнее дерево до еще пересажено может так и урожайся давать в этом году я тут же фильм или вышел или выйдет на днях вы видите я крупный план показываю это дерево которое дало такой урожайся будучи небольшим а оно опять все плодах а что было бы если бы я снял двумя неделями раньше а потом ой периодичность плодошения надо подкормить ой периодичность плодошения надо полить вот видите разницу чем вот это мне навеяло то что я только сейчас увидел эту ранку ну ладно идем сначала там-то даром-даром-даром я мне лень было за весь год искать я первый же сфотографировал вот квинти с украины привез ручками вот чужого сада а потом говорит железов-то на готовом а если бы я на украину не съездил не сорвал конечно с украины но ведь это сибирь можно мне это плевать морду с железов все готовое доставал интересы где готовое доставал поездите по украинам соберите и я вас камень кидать не буду узнаете нет это та самая красная мелба с канадой красотища какая красотища знаете когда перестаешь узнавать так заманчиво назвать его помните абрикос крупноплодный железо помните голден железо вот если мать рода не узнаю то статьи жигулевская а вот это кстати опор крово красный вот тут я на готовом веточку дал мне все на бар но я же это не не скрывая я же не ездил в алмату это он привез поделились я ему 10 сортов у меня один я ему еще 10 он еще один есть моя заслуга медовая вот знаете вот это считался сейчас скажу правильно название у нее то ли я не попал или алюмушка или аленка вот не могу до сих пор запомнить и она официально есть или так или под этим или под этим вот чудом спас его чудом она одна-то была в хуторе сейчас вообще вот это вот потом последний представляете полу культурка мороза вообще да не существует а еще вы не заметили вот сейчас и листаю до крупный план найдите дырочки найдите плесень а ведь это та самая яблоника то есть это груша вот эти яблочки они все должны были подвергнуться дикой страшной дикой этим сам как-то большой это и болезнь